здравствуйте друзья в эфире геоэнергетик инфа максим радайкин и я борис марсанкевич всем добрый день борис анидович во франции запустили 1 за четверть века новый атомный реактор на аэс flamenville запускали запускали и не запустили почему они вот его вроде выводят нам минимально контролируемый уровень потом отключают выключают включают это такой хитрый план или нет это французский шарм если серьезно то это первый на территории самой франции атомный энергоблок на базе реактора pr1600 головной блок головной реактора тут конечно проблемы вполне могут быть как дальше будут идти дела не стоит забывать что запуск атомного реактора это дело не только компании вендора то есть компания которая ведет строительство но разумеется и государственную регуляцию государственный регулятор во франции мягкостью никогда не отличался мы это наблюдали любые какие-то проблемы из раздела трещины в трубопроводах распоряжением регулятора прекращается работа пока не будут устранены все неполадки в обязательном порядке он сейчас на площадке государственного регулятора присутствует поэтому с учетом того что нулевая заповедь атомная энергетика это безопасность понятно что все будет идти так как должно идти а не так как хочется компания эдф которая занималась этим строительством что касается самого проекта то я напомню что он блистательно появился на международной арене достаточно далеком уже 2004 году когда проходил тендер на строительство атомной электростанции Финляндии причем это был даже не государственный тендер это союз тяжелой промышленности Финляндии есть у них такая ассоциация достаточно давно существующая более чем серьезная компания оценив перспективы которые у нее имеются пришли к выводу что электроэнергии в средней перспективе будет не хватать нам нужно дополнительно тендер был объявлен с учетом того что уже вовсю более трех десятков лет на тот момент работала атомная электростанция лови изо построена еще министерством среднего машиностроения на тот момент минатом министерство атомной промышленности россии было уверено что тендер удастся выиграть но вот блистательно совершенно компания арева на тот момент так называлась обошла нас в этом тендере победа была присуждена именно этой компании и уже в 2005 году строительство было начато по договору срок строительства 5 лет на стоимость сметная стоимость строительства 5 миллиардов евро и на самом деле конечно хочется поздравить и финских заказчиков и компанию арева которая пережив практической процедуру банкротства ее спасло только достаточно серьезное государственное финансирование и теперь называется арана вот с этим успешным успехом в двадцать втором году с небольшим опозданием то есть но по договору должны были в 2009 немножечко припозднились немножечко выросла предварительная смета с 5 миллиардов евро до 14 но успешно успех произошел и я совершенно уверен что сейчас количество новых заказчиков у французских атомных строителей будет просто огромным всего 18 лет всего 14 миллиардов долларов и уже блок работает но иногда не работает всякое бывает бывают какие-то проблемки это турбина не работает то еще что то но ничего такого выдающегося не происходит все в порядке финляндия отдельный поклон молодцы терпеливые ребята все сделали правильно вовремя отказались покупать российский природный газ на день сегодняшний один атомный энергоблок полкилоуто 3 там еще два работают это 10 процентов производства электроэнергии финляндии и конечно каждая остановка повышает тонус всех потребителей по крайней мере не скучно наблюдая за тем как ловко ведет свою работу компания арева в бой пошла компания df energy de france государственная компания оператор собственника оператора всех атомных энергоблоков на территории франции строительством она никогда не занималась если кто-то забыл что такое компания df она была создана в 1947 году то есть по окончании второй мировой войны так для франции это называлось нужно было восстанавливать экономику и генерал деголь известный борец за капиталистическую форму собственности национализировал в общей сложности 37 маленьких энергетических компаний владевших гидроэлектростанциями угольными электростанциями газовыми электростанциями ничего с той поры не изменилось компания df это владелец и оператора не только атомных электростанций но и гидроэлектростанций и множество других посмотрев на то что происходит финляндии финляндии со стороны заказчика претензии были государственных регуляторов финляндии побывав на строительной площадке обнаружил что строительными работами занимаются не французские строители и даже не подрядной организации из польши там были обнаружены некие граждане румынии которые делали все что могли финляндия почему-то была возмущена этими событиями компания df посмотрев на то что вытворяет ареева поняла что реноме французских атомных дел мастеров надо как-то поддерживать и заявила что следующий энергоблок она будет строить самостоятельно в 2007 году стартовало строительство блока на электростанции фламенвиль на мой взгляд совершенно успешно прогресс заметен уже не 18 лет а в декабре вот будет только-только 17 уже на год быстрее и уже никаких 14 миллиардов евро всего 13 с половиной то есть на мой взгляд прогресс совершенно очевиден еще 5-6 таких блоков и вообще все будет хорошо так что не будем смеяться над атомными строительными французскими будем считать этот французским шармом да он необычен но франция всегда отличалась оригинальностью всевозможные корпорации атомные в китае в россии строят атомные электростанции за пять-шесть лет так может каждая вот строить 17-18 лет это уже значительно более серьезный успех и я желаю всяческих успехов продолжение вот этих успешных успехов французских атомных строительных я уверен что на следующем блоке удастся срезать срок уже и до 16 лет может быть смета станет меньше ну и конечно отдельный мой привет энергетики энергетической отрасли великобритании где компания df ведет строительство сразу двух энергоблоков в составе атомной электростанции хинкли поинт сразу два блока опять же на базе реакторов фпр 1600 я совершенно искренне рад за англичан если это строительство будет завершено то это будет самый дорогой объект недвижимости в истории человечества на день сегодняшний смета за два энергоблока подкатывает уже к 30 миллиардам фунтов стерлингов тоже неплохой результат на мой взгляд и конечно же успехов и терпения китайским машиностроителям потому что после всего что происходило с компанией арева которая стала рано с тем что потребовались государственная инвестиция для того чтобы удержать эту компанию на плаву у компании df разумеется свободных средств не было и почему-то не было желания у банков финансировать вот это замечательное строительство и поэтому 30 процентов проекта атомной электростанции великобритании принадлежат китайским атомщикам которые собственно говоря это финансирование и ведут почему тоже причина достаточно известная два энергоблока на базе pr 1600 построены и успешно работают в китае там задержка составила всего четыре года смета была привычного всего в два раза это большой успех китайских энергетических машиностроителей никто не скрывает что основную часть работы сами китайцы и провели под разумеется присмотром патента обладателей обладатели лицензии на эту технологию на этих же условиях китай собственно говоря и вошел в проекты на территории великобритании заказа на все крупное оборудование китайских машиностроителей финансирование со стороны китайцев но будем смотреть как идут как пойдут работы на хинклипоэнс си в англии очереди атомные электростанции не нумеруют а проставляют буквы вот a и b работает на си ведется строительство третья очередь сразу два энергоблока я думаю что английские руководители энергетической отрасли должны радоваться успехом компании эдф именно она там ведет строительство в англии вот видна перспектива всего 17 лет и атомный энергоблок уже готов так что отдельный привет англичанам я уверен что эдф будет наращивать свои компетенции и блоки на хинклипоинт будут построены уже с каких-нибудь лет 16 все будет хорошо да и на всякий случай напоминаю что у компании эдф есть лицензия на строительство атомных энергоблоков еще на двух площадках на территории великобритании так что где-нибудь концу этого века может дойти до того что строительство будет вестись вообще всего лет за 14-15 а вот как каким мастерством овладели французские атомщики чтобы строить атомные реакторы в два-три раза дороже чем росатом просто они строят один реактор как росатом 4 и в сроке в три раза дольше это 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 особый шарм французский это что это это впоследствии той самой большой атомной паузы которая возникла после двух подряд аварий сначала на 3 майлайланд соединенных штатах потом в чернобыль в силу так скажем радиофобии которая возникла в результате вот этих двух событий в силу того что государственные регуляторы пересмотрелись уровень безопасности для новых атомных электростанций были введены в обязательном порядке требования по дополнительным системам безопасности с учетом полученных тяжелых уроков и в сша и у нас в советском союзе первыми выяснили что в таком случае стоимость строительства увеличивается на 30 40 процентов соединенных штатах и там возникла пауза было непонятно там строительством занимаются частные компании заказчиками являются частные компании на такие серьезные инвестиции никто не хотел рисковать и свои подсчеты свои расчеты вели соответственно и во франции убедились в том что да если вводить все новые требования по безопасности то это будет дорого это будет долго что такое 20-30 лет отсутствия заказов там машиностроительных заводов технологические линии которыми никто не пользуется их просто разбирают выставляют на новые заказы люди занимались производством такого оборудования просто уходят на пенсию года идут никуда не денешься еще один дополнительные еще одна дополнительная нагрузка это то что в отрасли не идет молодежь по совершенно очевидным причинам ничего не строится ничего нового интересного не происходит зачем мне идти в эту отрасль если никаких перспектив собственно говоря нет в результате на строительной площадке Финляндии тогда я достаточно внимательно за этим наблюдал поставки оборудования велись с 21 тысячи компаний-производителей в самых разных концах мира разумеется при таких условиях выдержать первоначальную смету выдержать первоначальные сроки строительства но физически невозможно все-таки атомная отрасль имеет свои требования это прежде всего приемка оборудования не на строительной площадке на заводе производителя и 200 несчастных менеджеров по закупкам которые были приняты на работу под этот проект толкилоута объехали половину земного шара если не весь целиком для того чтобы успевать за всем этим отслеживать и пытаться добиваться соблюдения качества и сроков и так далее и так далее Борис Александрович большое спасибо за комментарий пока youtube замедляют предлагаю не дожидаясь пока его заблокируют окончательно и нас вместе с ним подписываться на наш телеграм-канал геоэнергетика инфа ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект чтобы мы просто не закрылись уважаемые зрители и слушатели напоминаю что независимость проекта геоэнергетика обеспечивается на день сегодняшний только вами никакой монетизации youtube уже не позволяет наш многоуважаемые ru тупы века пока еще не позволяют когда что изменится изменится и изменится ли вообще сказать сейчас чрезвычайно сложно существование нашего проекта это ваши подписки на спонсор рук ничего другого у нас за спиной под ногами просто больше нет поэтому подписывайтесь на спонсору этим вы поможете сохранить независимость нашего проекта позволить позволит продолжить нам и дальше также бурно рассказывать также энергично рассказывать об энергетике на тех порталах которые остались в нашем распоряжении всем спасибо за внимание всем всего доброго